Пищевые отходы – общемировая проблема, решить которую необходимо совместными усилиями. Вопрос их минимизации, а также последующего использования, становится еще более актуальным в этом году, когда мир по ряду прогнозов стоит на грани продовольственного кризиса. По некоторым исследованиям, 11% всех мировых отходов приходится на долю гостеприимства, то есть это отель и ресторан. В том числе, конечно же, и отходы пищевых продуктов. Увеличение пищевых отходов в заведениях общественного питания, по мнению специалистов, способствует банкетное обслуживание, так называемый «тэблдот», который можно часто встретить в домах торжеств. Хозяин мероприятия заказывает блюда и напитки по стандартному меню. Практика говорит о том, что часть оставшейся еды в виде, скажем так, трофея, забирают с собой сотрудники. Что происходит с остальной частью? Отдаем ли мы это на, допустим, переработку? Либо есть случаи, когда мы слышим о том, что забирают остатки еды фермеры, которые содержат скот, и вот таким образом используют, ну, скажем так, до конечной возможности остатки еды. По мнению специалистов, чтобы повлиять на эту ситуацию и уменьшить количество выбрасываемой еды, необходимо менять в первую очередь методы обслуживания. «Тэблдот» — более простая система, при которой с малым количеством официантов можно обслужить большое количество гостей. Однако порционное обслуживание требует увеличения числа квалифицированных сотрудников. Что касается практики распределения продуктов питания, которая называется «фудшеринг», то она отчасти существует и в Азербайджане. Надо принимать какие-то новые законодательные акты и, ну, скажем так, какие-то превентивные, наверное, меры для того, чтобы сократить данного рода отходы. Поэтому надо привлечь внимание и общественности, и разъяснять людям, каковы последствия данных, скажем так, действий. И в том числе, наверное, надо закреплять законодательную базу и улучшать механизмы воздействия на рынок и, конечно же, контроля. Некоторые страны постепенно приходят к тому, что пора отказаться от расточительства в этой области. К примеру, в Испании намерены принять закон, направленный на борьбу с пищевыми отходами. Санкции предусматривают введение штрафа в размере до 60 тысяч евро для баров, ресторанов и супермаркетов, не соблюдающих законодательства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова